здравствуйте друзья сегодня мы с вами поговорим о сигнализации в умном доме теме которую я не затрагивал ранее а конкретным устройством которое мы сегодня рассмотрим будет blitzwolf bw is 6 которая состоит из центрального модуля с тремя радиоинтерфейсами беспроводных датчиков пультов управления и rf иди меток модель blitzwolf bw is 6 интерфейс и вайфай 2 и 4 гигагерца 2g gsm 850 900 1800 1900 мегагерц и rf 433 мегагерца поддерживаемые языки 11 включая русский режима работы без охраны охрана не дома охрана дома и сос система управления tuya smart или smart life уведомления в приложении sms звонок количество номеров телефонов списке до 5 прием звонков с разрешенных телефонов постановка и снятия на охрану прослушивание интерком внешние датчики 3 в комплекте всего до 100 дальность 80 100 метров пульты управления и rf иди метки по 2 в комплекте всего до 10 штук каждого питание микро юсб встроенный аккумулятор 500 миллиампер часов до трех с половиной часов автономности диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов цельсия поставляется устройство характерно оформленной для этого бренда картонной коробки полиграфии немного номер модели на верхней крышке и логотип производителя на одной из сторон перечислены основные технические параметры устройства то которое я уже подробно рассказал коробка достаточно плотная кроме нее содержимое защищает еще несколько противоударных вставок все доехала в полной целости и сохранности комплектная инструкция на четырех языках самый понятный для меня английский здесь перечислен комплект поставки еще раз основные параметры и назначение элементов управления на головном блоке системы из полезного есть еще таблица по комплектным аксессуаром типы элементов питания токи в режиме ожидания и сработки параметры работы датчиков они все разложены по отсекам нижнего этажа коробки благодаря этому ничего по коробке не болтается давайте подробнее рассмотрим весь комплект поставки в комплекте основной модуль с клавиатурой и экраном они мы будем говорить больше всего кабель питания к нему usb micro usb и комплект крепежа для него один датчик движения со своим крепежом два датчика открытия с магнитами отдельно батарейки к ними двусторонний скотч для установки два пульта управления и 2 rf id метки для постановки и снятия с охраны датчик движения установлен на съемной ножке которая может менять свой угол наклона и позволяет поворачивать датчик сзади находятся переключатели включить выключить и тест норм все тесты показанное в этом видео проводились при изображенном тут положение выключателей в основании датчика находится два отверстия для комплектного крепежа двустороннего скотча для него в комплекте не предусмотрено но весит датчик немного сверлится под шурупы не обязательно скотч выдержит датчик работает на одной батарейки cr2450 на таких же как и zigbee датчики движения xiaomi и akara датчик открытия традиционно состоит из двух частей собственно сенсора с гирконом и магнита который при приближении более чем на полтора сантиметра замыкает гиркон и в комплекте две штуки один из которых можно разместить на дверь второй на окно на задней стороне находится кнопка тампера сенсора который регистрирует снятие датчика с поверхности при этом генерируются события с уведомлением работает датчик от одной батарейки cr2032 имеется в комплекте и пара брелков пультов на мой взгляд это самый удобный способ постановки и снятия на охрану его использование позволит вообще спрятать подальше от посторонних глаз головной модуль этот аксессуар работает от одной батарейки cr2025 а для получения доступа к ней понадобится отвертка пультов напомню можно подключить до 10 штук они продаются отдельно и вдобавок есть пара брелков аналогично домофонным они маленькие не требуют питания будут работать всегда но для их использования нужен прямой доступ к панели сигнализации которую все же безопаснее скрыть перейдем к основному модулю сигнализации который представляет собой панель размером 174 на 109 на 16 миллиметров с небольшим цветным экраном и цифровой клавиатурой клавиатура может использоваться как номеронабиратель для совершения звонка в режиме меню она служит для навигации по нему и для ввода пин-кода нижняя правая сенсорная кнопка служит для входа в меню настройки подтверждения левая для возврата физические кнопки в самом низу это управление режимами с левой стороны на торце находится порт внешнего питания micro usb переключатель для режима резервного питания отстроенного аккумулятора аудио выход для подключения внешнего динамика для сирены и кнопка вай фай вот еще одна причина по которой главный модуль хорошо где-то спрятать потому что его не сложно просто выключить с правой стороны один разъем предназначены для установки sim карты формат микросим напомню что просто sim карта она размером с кредитную карту то что мы привыкли называть симкой на самом деле мини sim далее идет промежуточный шаг микросим и самая маленькая уже ставшая новым стандартом наносим уже давно все карты мобильных операторов продаются в виде конструктора позволяющего использовать все из перечисленных размеров главный модуль карточка вставляется несколько странно на мой взгляд контактами к лицевой части и срезом наружу на заднюю сторону устройства выведен динамик по краям находятся ножки что обеспечивает зазор между корпусом и стеной центре сверху съемная панель крепления эта панель прикручивается к стене я панель сигнализации устанавливается на нее и панель не просто так а с тампером снятие панели приводит к тревоге если она конечно включена подключать сигнализацию к управляющему приложению можно в одном из двух режимов доступ которым изменю сигнализации подробнее мы рассмотрим его чуть далее smart link когда туя smart будет искать новое устройство или soft up в этом режиме устройство создает свою вай фай сеть которая нужно будет вручную подключиться во время настройки я обычно использую как раз этот режим он включается на две минуты а обратный отсчет виден на экране головного модуля теперь время запустить приложение выбрать добавление нового устройства перейти в раздел безопасности найти вай фай сигнализацию смартфон должен быть подключен сеть 2 и 4 гигагерца кстати поэтому я использую разные имена для сетей 2 и 4 и 5 гигагерц далее если выбран режим точки доступа нужно переключиться в него если нет оставить как есть для подключения точки доступа на следующем шаге откроется перечень доступных сетей где надо выбрать ту что начинается со smart life и подключиться к ней а в обычном режиме дождаться когда сканер сам обнаружит сигнализацию после подключения тут же прилетает тревожное сообщение приложение напоминает о необходимости включить его в автозагрузку и новое устройство появится в общем перечне если не считать режима сос который просто активирует сирену режимов работы тут три каждый из них пишет условия для сработки датчиков disarm будет реагировать на датчики с режимом 24 часа и вай предназначен когда никого нет дома и будет реагировать на все датчики и режим холм реагирует на датчики в режиме нормал дэлай холм этот режим нужен например для работы с датчиками протечки газа или дыма в меню аксессуаров есть все что идет в комплекте напомню это два датчика открытия один датчик движения также два радиопульта есть меню проводных устройств на данная модель не поддерживает такие зато поддерживает rf id метки которых тоже две здесь же при желании можно добавить дополнительные аксессуары датчики пульты или метки датчика можно присваивать свои имена и выбирать режим их всего пять зависимости от того как его планируется использовать а также тип датчика тут их очень много они должны работать по радиоканалу rf 433 что касается совместимости то полагаю что все датчики которые относятся к экосистеме ту ясмарт меню настроек содержит в себе ряд опций в основном связанных с включением различных типов уведомлений кроме этого тут настраивается время после включения режима охраны и собственно постановка на охрану длительность работы сирены и время ожидания после сработки датчика до снятия с охраны или включения сирены еще из пункты сбросов заводские и выбор языка русский тоже есть настройки интервала времени для постановки и снятия с охраны изменяют в пределах от 0 до 299 секунд а длительность работы сирены от 1 до 59 минут при установленной сим карте можно ввести номера телефонов для тревожных звонков и sms до пяти штук этим же номерам будет разрешено управлять сигнализацией при помощи звонка на нее после этого можно включить опции тревожного звонка и sms а также установить количество дозвонов если номер не отвечает в автоматизациях сигнализация может быть как триггерами или условиям так и действия причем засунули сюда все не только установки и статусы но вообще все возможные настройки устройства большинство из этих опций реального прикладного применения не имеют вот например как использовать автоматизациях выбор датчика и зачем тут есть смена языка которая настраивается один раз по событиям связанным с потерей и восстановлением основного питания по умолчанию приходят сообщения но можно придумать и какую-то автоматизацию и самого полезного это конечно режимы охраны которые можно устанавливать и снимать в автоматизациях например используя в качестве условия постановку на охрану можно отключать все ненужные светильники и розетки которые не нужны когда дома никого нет а саму постановку и снятия можно вынести в отдельные запускаемые вручную сценарии которые будут видны на главной странице что намного удобнее для использования чем каждый раз заходить в плагин в этой части рассмотрим экранное меню устройства для управления которым служит сенсорная клавиатура кстати при наличии сим-карты с нее можно просто звонить как по телефону для перехода в меню нужно нажать правую нижнюю кнопку меню состоит из восьми пунктов про один из которых вай фай я уже упоминал ранее части подключения к приложению туя smart настройках системы находится 5 настроек которые перекликаются с настройками в приложении туя smart среди которых такие как установка задержки на вход выход и время работы сирены при помощи цифровой клавиатуры не могут быть настроены в пределах аналогично как в приложении обратный отсчет секундах при постановке и снятием с охраны отображается на экране головного модуля меню перехода собраны пункты включающие выключающие опцию уведомлений голосовых и звуковых подтверждений подтверждений пин-кодом предупреждение об открытых окнах и дверях все опции настройки каждого из пунктов тут состоят из двух вариантов включена или выключена например я рекомендовал бы отключить тут речевого информатора он весьма громкий и довольно бессмысленный можно отключить также звуковое сопровождение нажатия на кнопки а вот пункт клавиатура наоборот включить тогда она будет блокироваться и вход какие изменения режимов сигнализации нужно будет подтверждать паролем пароли точнее цифровые пин-коды меняются в основном меню системный по умолчанию 4 восьмерки и пользовательский по умолчанию 1234 кстати системный во время тестов мне ни разу не пригодился тестирование работы сигнализации некоторые сложности при съемке доставил глянцевый корпус от зеркаливающий все и вся за что заранее прошу прощения сначала активирую постановку на охрану с пульта после чего на экране отображается обратный отсчет далее после сработки любого из датчика в этом примере датчика движения включается обратный отчет до снятия с охраны или включения сирены если система не снята с охраны то включается сирена и приходит оповещение о том какой из датчиков сработал отключить ее можно сняв с охраны ну или при помощи молотка на уведомление у хозяина уже будет примеры уведомлений на экране головного модуля они же отправляются в приложении sms по срабатыванию датчика движения и сообщение о том что не закрыто окно или дверь а это сработка тампера датчика который контролирует снятие устройства мониторинга с поверхности на которой он установлен примеры уведомления о смене режима работа сигнализации постановка на охрану сообщение будет отправленной в приложении по sms что гарантирует получение даже при отсутствии мобильного интернета кроме этого она сохранится в общем логе уведомление сработки сигнализации показаны в тестировании она будет отображено и в приложении и в sms сообщениях кроме этого модуль позвонит по указанному в настройках номеру что позволит подключиться к нему в режиме интеркома двусторонней голосовой связи несколько слов об автономности длительность который по заявлению производителя должна достигать трех с половиной часов при отключении основного питания по микро юсб приходит уведомление после этого чуть более чем через полтора часа приходит уведомлению неисправности батареи это означает разряд ниже 20 процентов тем не менее после этого аккумулятора хватает еще почти на полтора часа моем тестировании с вайфа и gsm модуль прожил более трех часов позвонив по номеру сигнализации с одного из заведенных список номеров она предложит одно из четырех действий постановка или снятие с охраны мониторинг точнее прослушка помещения или режим интеркома теперь мы добрались и home assistant штатной интеграции туя как устройство сигнализация не отображается это плохая новость хорошая новость созданная в ту и автоматизации видны и в интеграции в том числе рассмотрены по ручной постановки и снятию с охраны они впрочем как и любые другие автоматизации в ту ее smart отображаются как сцены и могут активироваться как вручную так и в рамках действий сценариев home assistant еще один метод который можно использовать параллельно с штатным это local ту я о нем я рассказывал в своем уроке 9 5 ссылка в описании сигнализация аналогично другим устройствам отдает свой ключ интеграция обнаруживает сигнализацию вместе с другими вайфай устройствами ту я smart определить ее можно по иди следующем окне добавления остается указать ее имя и локал кей полученный через ту я клевайзер далее выбирается тип сущности подключаемых устройству забегая вперед тут можно применить только сенсоры и бинарные сенсоры всего интеграция передает 40 параметров на все информационные которые могут быть присвоены уже упомянутым сущностям других способов кроме как проброс автоматизации управлять сигнализации у меня не получилось при желании можно подключить все 40 параметров в виде сенсоров и изменяя параметры в приложении можно узнать их назначения я определил пять штук айди один это текущий режим сигнализации айди два время задержки перед выходом в секундах айди три время работы сирены в минутах айди 28 время задержки после входа перед сирены в секундах айди 16 уровень заряда аккумулятора в процентах сравнить не сложно проверяем время задержек по 40 секунд и время работы сирены 3 минуты с аналогичными параметрами в приложении меняем параметры выход увеличиваем до 45 а вход уменьшаем до 30 секунд а время работы сирены поднимаем до 5 минут тут же эти параметры изменяются и в интеграции аналогично проверяем уровень заряда и режим работы сигнализации тут 80 процентов и режим away arm здесь 40 процентов заряда и режим home arm таким образом если вам конечно это нужно можно определить и остальные 35 параметров сигнализации а если сигнализация отключится или с ней случится что-то нехорошее то в течение буквально 10 секунд все ее сущности получат статус on available что тоже может быть условием для автоматизации устройство конечно получилось не без недостатков я имею ввиду возможность отключения головного модуля даже без его физического уничтожения к плюсам устройства я бы хотел бы отнести во-первых автономность работы наличие сим-карты что обеспечивает связь даже при отсутствии мобильного интернета возможность добавления новых датчиков которые кстати стоят весьма недорого а также возможность интеграции с home assistant на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны и акции на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм канале ссылка в описании до свидания до новых встреч